Здравствуйте! На 9-м канале время для общения с интересной гостьей. Я, Артур Терещенко, и сегодня буду беседовать с Натальей Родиной. Постоянные зрители 9-го канала знают, что это психолог, парапсихолог, биоэнерготерапевт, член-корреспондент Академии технологических наук Украины, и с нетерпением ждут с ней встречи. Здравствуйте, Наталья Владимировна! Здравствуйте! Не лукавлю. Скажу, что нам уже звонят телезрители и спрашивают в 2017-м году, «Будете ли вы в нашей студии?» и вот ответ на их вопрос. Итак, 2017-й. Каждый его встречает по-разному, но, безусловно, у каждого есть надежды на лучшее, на доброе. А кто-то не просто надеется, а и начинает действовать. Ваш рецепт. Что лучше, надеяться или действовать? Конечно, лучше действовать, потому что надежда, она не даёт нужного результата. Многие люди надеются, надеются, но ничего не делают при этом. А значит, в их жизни ничего не меняется. Я всегда рекомендую людям ставить цели, внутренне быть убеждёнными в том, к чему они стремятся, что они хотят воплотить. Конечно же, говорить об этом и, конечно же, действовать. Вот в этом случае обязательно Новый год начнётся хорошо и завершится прекрасно. Действуйте, друзья мои. Ведь жизнь и ваша жизнь, каждого из вас, это процесс перемен, который мы сами с вами выстраиваем. Время нестабильно, как и наша жизнь. Но все мы надеемся и упываем на то, чтобы когда-то появилась стабильность. Ну пусть в 2017-м это и наступит. Но пока этого не произошло, помощь или ключ для тех людей, которые в нестабильное время хотят быть стабильными людьми и успешными. Я вам скажу, что я очень много наблюдаю за людьми, за процессом эволюции разных стран и нашей страны, и других стран. И я, анализируя, понимаю, почему происходит вот это или же почему происходит вот то, что является причиной всего происходящего. И скажу вам, что люди в этом аспекте жизни, перемен, они каждый играют очень важную роль. Всё зависит от вашего внутреннего состояния. Вот даже в коллективе я очень часто замечаю, если коллектив слаженный, значит люди все на своём месте. Там, где нужно выполнять быструю работу, там обязательно будет работать холерик. Если нужно быть усидчивым и считать, и, скажем так, быть таким более спокойным, уравновешенным, там обязательно будет или сангвиник, или флегматик. То есть человек, когда он на своём месте, выполняет правильно и с любовью свою работу, тогда, конечно, всё и складывается. Вот так и в социуме, так и в семьях, так и в обществе, так и в странах, так и в городах. Каждый из нас создаёт или же стабильность, или же разбалансированное состояние. В зависимости от того, что у нас внутри, как мы думаем, как мы чувствуем, как мы относимся к ситуации, друг к другу, к жизни, к природе, вот это и создаёт нам процесс нашей жизни. Многие люди, мы иногда смотрим передачу «Орёл и Решка», вот они там приезжают в другие страны и говорят, вот жизнь у нас плохая такая, но вот скоро будет другой президент, и тогда мы заживём 100%. Друзья мои, это, конечно же, звучит шутливо и смешно, конечно же, смешно. Успех и удача приходят только тогда, и порядок, когда каждый об этом заботится. Каждый не ждёт, что кто-то за него это сделает, а каждый. Каждый поднимет бумажку, бросит её в мусорный ящик. Каждый уступит место женщине или мужчине в возрасте, в троллейбусе, в трамвае, проявит любое своё сочувствие. Поэтому мы с вами все создаём или же стабильность, или же разбалансированность. Наведите порядок внутри, и вы увидите, как прекрасна жизнь. Мир изменится вокруг вас. Люди будут смотреть на вас, на вашу внутреннюю гармоничную стабильность. И все захотят этого, ведь каждый из вас хочет любви, хочет добра. И, конечно же, приходит к нам за счастьем. Для этого надо духовно расти, согласны? Конечно. Вот ваши рецепты. Духовные ценности. Но же не все же знают, что такое духовные ценности. Тут ещё большая проблема. Многие это всё путают с религиозностью. Друзья мои, религия и духовные ценности — это очень разные вещи. Мои рецепты. В первую очередь, я всегда говорю о доброте и о любви. Казалось бы, простые вещи, но какую важную роль они играют в нашей жизни. Как благодаря любви мы можем навести порядок в семьях своих? Научиться прощать, да не ссориться хотя бы. Прощать, не важно, что уже там говорили друг другу. Взять, поставить точку и простить друг друга. Начать сначала, начать по-новому. И вот когда человек может начать сначала и может управлять собой, и управлять правильно, вот это и есть духовные ценности. Сама духовность — это внутренняя доброта, Любовь, чистота и, конечно же, Знания. Знания, какие Знания? Знания, эзотерические Знания. Многие называют их оккультными Знаниями, хотя тоже не все знают, что это такое. Многие называют сакральными Знаниями. Очень много есть разных, скажем, трактовок этому направлению. Но самое главное, что духовное развитие даёт процесс не деградации, а эволюции, эволюционному взлёту, росту. И когда ты эволюционируешь, у тебя всё складывается, всё получается, всё налаживается, мечты твои сбываются. Всё, так знаете, простенько, лёгенько. Ты лбом стену не прошибаешь. У тебя всё складывается так, как в тебя должно быть. Так жить намного легче, друзья мои. Когда человек духовно развивается, ему жить намного легче. Я скажу вам из опыта своих учащихся. Люди, которые занимаются несколько лет у нас уже, они очень сожалеют о потерянном времени. Они так и говорят, Боже мой, как было раньше, как же было раньше. Как жаль, что ушли эти годы. А ведь могла бы жить совершенно по-другому. Люди сожалеют о прожитых пустую потраченных лет. И вот только сейчас они понимают, насколько жизнь прекрасна, невзирая ни на что. Он говорит, депрессия в стране, нестабильность и так далее. Нашим учащимся им хорошо, даже в этих обстоятельствах и в этих условиях. В это воскресенье, 15 января, в 11 часов пройдёт ваш очередной семинар. Ну, наверное, я скажу, что вход свободный, то есть бесплатный. Торговый спортивный комплекс «Новый металлург», третий этаж, центральный вход, конференц-зал. Есть телефон для справок, вы его сейчас увидите на экранах, но его на всякий случай продублирую, 0,50, 315, 10, 0,6. Собственно говоря, это-то я сказал. А вот тему семинара, чему она будет посвящена, расскажите вы. Конечно же, мы будем говорить об управлении реальностью, о контроле внутреннего состояния, потому что это всё взаимосвязано внутренним состоянием, своим мировоззрением, миропониманием, мироощущением, отношением к людям на работе, в транспорте, в семье. Мы и создаём социум, мы и создаём реальность нашей жизни. И от того, насколько человек может контролировать себя и управлять собой, или же насколько он абсолютно не умеет этого делать, и зависит его стабильность в жизни, да сама его жизнь, его процесс эволюции или же деградации. Я буду делиться с вами секретами. Я всегда на семинарах делюсь секретами. Почему? Потому что я понимаю, что людям нужны Знания. Они-то и живут так только потому, что они многого-многого не знают. И многое-многое не говорили ранее. То есть человека духовно многие века не развивали. Существовали какие-то направления религиозные, но они не давали развития человеку. И сейчас пришла новая эпоха. Все об этом знают. Об этой новой эпохе все знают. И эта эпоха ведёт за собой духовный рост. Поэтому я даю людям Знания. Я вижу их мысли. И благодаря их мыслям, под их запрос, я отвечаю на их вопросы. Вижу их проблемы. И, конечно же, глядя на человека, объясняю ему, что надо вот так, вот так сделать то-то, то-то. И всё изменится по-другому. Поэтому семинары всегда разные. Они никогда не повторяются. Они никогда не бывают одинаковыми. Всё зависит от пришедших к нам людей. А кто приходит? Приходят разные люди. Приходят люди, которым интересна наука. Потому что мы всё же больше занимаемся наукой. И сейчас мы работаем при Академии наук. и изучаем тонкие энергии человека, структуру человека, космос. Мы изучаем частицы, из которых всё состоит. И, конечно же, люди, которые из учёного мира, им интересно работать с нами и задавать нам вопросы. Приходят и простые люди, люди, у которых трудности, сложности. Приходят люди, которым интересны знания. Как всё устроено? Кто таков человек? Как научиться управлять этим? Поэтому сказать, что идёт кто-то, это было бы неправильно. Идут разные люди. И для каждого у нас есть что сказать. Итак, развитие и контроль возможностей сознания. Именно такова тема вашего будущего семинара. Где это будет происходить? Когда и во сколько? Наши телезрители сейчас видят на экране. А я хотел бы вам задать следующий вопрос. Все ли могут обучаться? Желание, возможно, есть. Но вы, когда проводите собеседование, вы для чего-то это делаете? Да, конечно же, для чего-то я это делаю. И в первую очередь для того, чтобы понять для себя, насколько человек готов к этой работе или же насколько он не готов к этой работе. Поэтому, конечно, обучаться могут не все люди, только подготовленные. И очень многие факторы влияют на эту готовность. Недостаточно одной минуты, даже меньше, для того, чтобы определить, готов человек, его психоэмоциональное состояние, его умственные способности, его внутреннее желание, пазы. Потому что люди, они хитрят, они так хитрят. Говорят одно, а думают другое. А я всегда вижу, что они и думают, и что они и говорят по-настоящему. Поэтому я определяю, насколько человек готов. Готов? Дело не постоит за мной. Я, конечно же, заинтересована в том, чтобы люди развивались, давали эти знания другим. Только тогда за счёт большинства таких людей мир сможем изменить с вами к лучшему. Чем больше будет счастливых людей, тем радостнее будет и нам с вами. Я-то это понимаю точно. Но я понимаю и другое, что настолько сложно сейчас. И настолько человек находится в зажатом состоянии, закрытом, за таком, знаете, сложном состоянии, что не все люди готовы работать с этими практиками. Это практики, это механизмы, это знания. Но не каждый готов, конечно. Если говорить о сверхспособностях человека, абсолютно нейтральный персонаж возьмём, для вас это наказание или фактор избранности? «Если взять для меня, лично для меня, имея сверхспособности, они требуют от меня в первую очередь внутреннего контроля, осознанности, видя мысли людей, всё-таки сохранять внутреннее спокойствие, не осуждать людей, принимать их такими, какие они есть, и стараться, видя ситуацию человека, сделать всё, чтобы помочь этому человеку. То есть не говорить о том или провозглашать, что вот такой вот я умный или умный. Нет, друзья мои. Способности — это определённая ответственность. Опять-таки идёт речь о том, откуда человек считывает информацию. Если он считывает с третьего уровня астрала, то это психодеспанцер и шизофрения. Так называют это заболевания наши медики. А если человек считывает информацию с чистого источника, есть разные уровни источники знаний, где находится разная информация — высокочастотная, средняя, низкочастотная. Так вот, если человек соответствует высшему, он, конечно же, будет считывать с высшего источника. Поэтому это очень такая сложная тематика. Я открываю людям способности, но очень серьёзно к этому отношусь. Очень серьёзно. Не всем, только подготовленным людям. И всегда говорю, не спешите. Вот у меня есть сейчас такой учащийся, он подходит и постоянно спрашивает, задаёт мне вопросы. Он говорит, не спеши. Понимаете, открыть сверхспособность — это одно. А что потом с этим делать? Сначала нужно научиться быть чистым, духовным, светлым, а потом уже и открывать сверхспособности. Иначе это грозит очень серьёзными психическими потрясениями. Если говорить для вас, то, чем вы занимаетесь, это больше наука или преподавательская деятельность? И что ближе вообще? Или, может быть, я соединил несоединённое, несоединимое? Нет, это соединимое. И то, и другое, и единое целое. Единственное, что в работе нашей, расширяя нашу деятельность, мы никогда не стоим на месте, и мы никогда не будем останавливаться, потому что то, что мы делаем, — это развитие вечности. Нельзя сказать, что вот ты закончил вот это, и всё. Нет, друзья мои. И сейчас мы проводим ещё одно новое направление по психологии. Я готовлю людей, которые в первую очередь дипломированные психологи. Даю им знания, этим людям, и они имеют возможности работать с людьми, то есть оказывать помощь людям. Ведь сейчас очень многие люди нуждаются в психологии. Вот такое направление. Ну и, конечно же, занимаемся наукой. И наше направление в Академии технологических наук очень интересное. Нам дают возможности расширять свою деятельность в Академии наук для того, чтобы мы ещё больше приносили пользы человечеству. Ну, эмоциональный заряд 2017 год и для Девятого канала, и для всех, кто нас смотрит, наверное, был бы очень уместен сейчас. И советы, безусловно, как себя вести в той или иной ситуации. Друзья мои, я скажу вам, что поверьте в себя, поверьте в своё внутреннее состояние. Задайте себе вопрос, кто вы. Где та сила ваша, которой вы каждый наделены? Старайтесь излучать эту силу каждому. И чем больше вы будете отдавать энергии Любви, тем больше вы будете получать её из окружающего мира. Добрых людей очень много. Они есть, и они обязательно встретятся на вашем пути. Каким бы ни был этот год, но он будет именно таким, каким вы его создадите, всегда верьте в себя, в свои силы, в свои возможности. Трудитесь, не будьте ленивыми, не ждите чего-то бесплатного. Не нужно вам бесплатное. Старайтесь трудом своим заработать, за труд свой получить вознаграждение. Всегда это вознаграждение будет вам в радость и принесёт успех. Старайтесь открыть в себе то самое высшее и чистое, которым каждый из вас наделён. Счастья вам, друзья мои, и чистоты. Я дарую вам свою любовь. 2017-й — это год петуха, но он ещё по китайскому календарю как бы не наступил, но тем не менее. Многие сейчас читают прогнозы и гороскопы. Насколько стоит ли прислушиваться к той информации? Понятно, что это определённый маркетинг, но тем не менее. Доля правды есть или нет? Я не читаю, скажу вам откровенно. Я не читаю гороскопы. Я, скажем, по-своему отношусь к астрологии, потому что астрология — это наука, придуманная человеком по наблюдениям, определённым наблюдениям. Я всё-таки, считывая информацию всего происходящего на другом уровне, могу сказать, друзья мои, что год будет непростым. Будет год перемен, очень серьёзных перемен. Во всём, во всех направлениях будут как падения, так и взлёты. Но что бы ни было, в общем, что бы ни было, у каждого из вас есть своя семья, есть свой маленький очаг. И вот что бы ни происходило, как раз в своих семьях вы все можете навести порядок. И в вашей семье может быть счастье, если вы своими руками, своим сознанием создадите это счастье в своих семьях. Поэтому не будем смотреть то, что будет в общем. В общем, будет то, что создавало человечество на протяжении этих многих эпох и веков. Но счастье внутри каждой семьи, внутри каждого человека зависит только от нас с вами. Верьте в себя. И ничего не бойтесь, друзья мои. Иногда эти прогнозы создают для того, чтобы ещё больше посеять страха. А я хочу посеять только любви, уверенности в себя, только внутренней убеждённости, устремлённости, потому что именно это даёт нам процесс развития. Ну и больше полезной и позитивной информации каждый пришедший к вам на семинар может получить в это воскресенье, 15 января в 11 утра. Он будет иметь такое интересное название «Развитие и контроль возможностей сознания». Так что развивайте и контролируйте свои сознания. Ну а происходить это будет в городе Днепр, улица Троицкая, 21 Г, бывшая улица Красная, ТСК Новый Металлург, центральный вход, третий этаж, конференц-зал, телефон для справок 050-315-10-06. Вход свободный, вход бесплатный. Спасибо, что были у нас в гостях. Ну а нашим телезрителям я ещё раз напомню, что в гостях 9 канала был психолог, парапсихолог, биоэнерготерапевт, член-корреспондент Академии технологических наук Украины, красивая, удивительная и приятная во всех отношениях женщина Наталья Родина. Я же берегу себя и желаю, чтобы вы берегли себя и свои семьи. До встречи на 9 канале.